всем привет здравствуйте здравствуйте сегодня будем готовить перцы фаршированные сейчас я буду готовиться девочки пока собираетесь сейчас начнем готовить я беру свою любимую кастрюльку я ее просто обожаю это серия blue marine от фисман но дело в том что эта серия уже не выпускается у меня она уже четвертый год смотрите в каком состоянии великолепным кастрюля она просто великолепна так приступаем привет 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 спасибо вам огромное за доброе пожелание плохое качество видео сейчас наладится она всегда сначала так сначала не очень хорошая потом лучше давайте подождем если будет придется эфир закрыть выпустила собак погулять отлично видно все хорошо почему перцы такие дешевые но денег нет пришлете я номер карты вам скин так перцы сейчас будем чистить смотрите я беру перец беру именно такого сорта не огромные светофоры а именно такие это для тех кто думает что это дешевое а потому что у них запах именно тот который мне нужен беру специальный нож для перца и вот так вот провожу и вынимаю сердцевинку для тех кто любит фаршировать перцы это очень удобная вещь у меня где-то еще маленькая есть вот она здесь больше подошла но к сожалению и что и найти не могу видимо ее кто-то убрал куда-то так что не могу найти придется так здесь нужно маленькая сейчас очищаем перчики очень люблю фаршированные перцы и люблю и голубцы тоже но вот голубцы почему-то у меня в семье мало кто любит поэтому я не готовлю их особенно но сама лично я очень люблю и долну люблю и голубцы и перцы все что фаршировано все люблю а еще я фаршировала помидоры фаршировала кабачки тоже получается тоже очень классно кстати очень круто кабачки фаршированные под сыром вообще вещь у меня есть кстати рецепт этого блюда сохраните эфир конечно здравствуйте здравствуйте не любите тоже да а кто любит перцы фаршированные поднимите руки давно у нас кстати розыгрыши не было никаких может розыгрыш хотите какой-нибудь у вас как обычно плохо слышно приходится делать вам ну не фукайте а просто выходите ну вот у меня такой голос привыкайте либо меняйте свой телефонный аппарат скорее всего у вас просто телефон такой что слышимость плохая у меня все в порядке я вас слышу я могу гарнитуру надеть если плохо слышно так про волосы не пишите меня в пучок не буду делать потому что я вчера только постриглась и они в пучок у меня сейчас не хотят уходить не в пучок не в хвостик это нужно 35 невидимок для того чтобы заколоть челку короче сегодня так обычно я убираю сегодня так потерпите кто кому не нравится могут выйти из эфира вот как с вами скажите вот как с вами вот просите дайте эфиры прямые дайте эфиры вот как с вами выходить прямые эфиры если находится куча засранцев которые начинают писать то волосы не так то руки не так то еще что то не так вот какого черта скажите ну вы думаете это приятно конечно это неприятно вам хочется по хорошему объяснить просто рассказать вам там что-то повеселиться с вами а вы начинаете меня дергать ну конечно мне это неприятно я же человек я же не машина улыбаюсь начинаю что-то рассказывать начинается одно второе третье ну вы чего вообще о чем вы думаете вот хоть раз вы поставили себя на мое место вот вам бы понравилось если бы вам писали что у вас что-то не так то губы не те то глаза то плохо слышно то плохо видно то это я же начинаю рассказывать как я готовлю ну как вот вы не отвлекаете на совершенно другие вещи ну вот как можно готовить уже нервничая ну зачем вы это делаете объясните мне мне просто раздражает вот серьезно ну что за люди ну не нравится возьми тихо выйди какого черта ты сидишь и пишешь то мне просто просто возьми тихо выйди не понравилось звук плохой там не знаю изображение плохое яд не такая ну выйдите чего вы тут начинаете мне грузить всякой ерундой кому вот нравится все еще надо уметь воспринимать критику до черта с два вам критику ни одному из вас не понравится критика ни одному потому что каждый живет и и хочет жить так как он хочет почему кто-то решает за него как ему выглядеть что ему делать как ему стоять как ему сидеть что ему надеть повязочку на глаза может быть еще надеть что это такое вообще просто бестактность и бескультуре называется вот это вот и все вот пока я чищу овощи могу поговорить вот так жестко потом начну готовить начну улыбаться потому что еда не терпит просто нервов для готовки нужно хорошие настроения с вами согласна поэтому пока черновые работы идут будем будем ругаться разве можно вот правда такие вот вещи делать как будто специально вот люди приходят и засирают просто эфир вот как будто это делаю специально зачем но не нравится возьми выйти просто нажми на кнопочку выйти и все закончится сразу я вот не хочет в скором как оле обузалка то говорить мои люди всегда со мной вот вы у меня всегда со мной самые мои лучшие самые классные те которые поддерживаются когда плохо те которые порадуются когда хорошо вывод настоящий понимаете вам хочется И рассказать, и поделиться, и поговорить с вами, и поболтать. Потому что вы реально инстасемья настоящая. Я вот настолько к вам привыкла, что уже не представляю себе, что когда-то вас просто не будет. Потому что вы уж прям родные мне. Я некоторых знаю уже в лицо, по аватаркам. С некоторыми знакома лично. Переписываемся с некоторыми в личке. Ну, в общем, я-то человек открытый достаточно. Вы посмотрите, кого я обижаю. Кого? Хоть раз я ругалась матом, не знаю, там, оскорбляла вас. Нет. Почему в ответ такая бестактность? Объясните мне. Кто вам позволил вообще себя так вести? От лука, ну, честно говоря, этот лук вот очень жгучий. У меня очень много лука на грядке. Сейчас мы с вами, когда поставим уже перцы, пойдем вместе сходим на грядку. Нарвем лук и чеснок. Хорошо? Пойдете со мной на участок? А еще мы с вами скоро полетим на Кипр. И вы полетите со мной. Я буду вам показывать, рассказывать. Будем с вами путешествовать там. Митю с Беллой увидим. Виту, Пашу. Где они обосновались. Я очень соскучилась. Очень сильно. Да я даже вот... Кирюша, вот, казалось бы, находится от меня там 60 километров. И может, чуть меньше. И я тоже скучаю. Потому что все равно то одно, то другое. И особо не вырваться. Ну, и тоже сидеть над душой каждый раз не хочется. Кто из вас смотрел, кстати, фильм «Аладдин»? Его так все хвалят? Очень. У меня вот сын сходил на «Аладдин» и тоже говорит, что очень понравился. Потом моя знакомая сходила с детьми и говорит, что просто потрясающий фильм. Поэтому прям интересно. Действительно такой классный фильм. Кто ходил? Вы сильно похудели? Да, я сходнула очень сильно. У меня получается, что если еще, ну, буквально 2-3 килограмма, и получается, что я сбросила 30 килограмм за полгода. Это многовато. Это не очень хорошо, на самом деле. Так. Овощи почистили. Помыли, отправляем их в мойку. Так. Здесь у меня еще сельдерей. Вы знаете, как я отношусь к сельдерею. Я его кладу практически в любое блюдо. Приветик. 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 Кто же собираетесь в кино? Как я мечтаю, чтобы мама у меня была как вы. Вы супер. Спасибо большое. Спасибо. Купили подарок будущему внуку? Ну, честно говоря, нет. Ну, честно говоря, нет. Ну, уже придумала, что. Мне осталось только заказать. Я хочу заказать из Америки. Красавчик. Красавчик. Я надеюсь, я вижу только хорошие комментарии. У меня что-то сегодня со зрением. Я только хорошее вижу комментарии. Девчонки, у вас же тоже, правда, хорошее зрение? И вы видите только хорошие комментарии? У кого плохое зрение, видят плохие комментарии. Вы, женщина, с вашей руку. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Как похудели, расскажите. Привет из старых. Что плохое? Зрение плохое у вас? Ну, что вы. Будем лечить. Сейчас лук буду чистить. Буду всех лечить. Вот у меня есть специальное такое ведерко. Я туда сбрасываю пищевые отходы, которые за день у меня накапливаются. А вечером муж относит это в компост. Есть такой специальный ящик. Компост. Поэтому мне не приходится покупать навоз или еще что-то для того, чтобы удобрить грядки. Компост будет готов примерно через 2-3 года. И тогда, когда этот компост перекапываешь в грядки вместе с землей, огурцы и помидоры растут просто как на дрожжах. Представляете, сколько витаминов сейчас отправится в компост. Так, сейчас помоем. Сейчас будем делать форш. Так, вот у меня вот такая вот кастрюлька. Я туда сложила все чистые овощи для того, чтобы не разбрасывались они по столу. Сейчас начнем готовить форш. Форш я купила в домашнем хозяйстве. Это проверенное хозяйство. Это куринь и форш. Туда отправляется яйцо. Лук я добавлять не буду. У меня есть. Так, с чесноком. Сейчас, девочки, секунду. Сейчас я специи подготовлю. Это очень ответственный момент. Так, кастрюль, соль, перец, турецкая приправка, сладкий перчик. Все, вроде бы. Так, и вот это возьмем. Так, и здесь у нас. У меня приправ столько просто. Так, вы себе представить не можете, сколько много. Так. Нашла. Любите камень? Я очень люблю. Вот у меня, когда мало лука, или когда в фарш не хочется, чтобы был лук, я добавляю вот такой сушеный лук. Отлично. Идея для тех, кто лук вообще, в принципе, не терпит, чтобы попадался в фарш. Вот. Теперь я добавляю травы итальянской кухни. Тоже камень. Так, это у меня остается. Так, теперь паприку. Терпения не хватает, у меня через это все трясти. Так, теперь перчик. Убираем. Теперь моя любимая вкусная соль. Тоже убираем. Ну и чесночка немножко. Ну, совсем чуть-чуть. Потому что у нас будет чеснок. Теперь смотрите, ребят. У нас есть два варианта развития событий. Даже три. Мы можем добавить сюда рисовые хлопья. Знаете, что это такое, да? Я так и сделаю. Но у меня их немного. В магазин нет возможности сейчас съездить. Запаривать рис, как обычно это делается, я не хочу, потому что у меня мало времени. Поэтому что я делаю? Я достаю кофемолку, открываю, беру рис, отправляю сюда и делаю рисовую крупу. Причем делаю ее не сильно мелко, не в муку точно. Высыпаем сюда. Теперь все. Теперь вот эту массу уже можно перемешивать. Получается вот с такими рисовыми хлопьями или с таким рисом получается очень нежное мясо. Никогда оно не будет сухим шариком. Он таким, знаете, бывает такое. Оно будет прям нежнейшее. Сейчас я вам покажу. Еще чем чаще вы вот так вот делаете с фаршем, вот так именно, тем мягче будет фарш. То есть вы как будто его отбиваете вручную прям. Особенно это касается, когда фарш из говядины, он все-таки суховат. И для того, чтобы сделать его вот таким, у меня просто куриный, он и так сам по себе нежный. Но таким фаршем очень хорошо заполнять перцы. Посмотрите. Получается просто идеально. Берем перец и заполняем фаршем. Он заполнит хорошо все-все-все, потому что он очень нежный и мягкий. Заполняем и выкладываем в тарелочку пока. Куриный фарш сухой всегда и комом. Ну вот, я вам гарантирую, что если вы сделаете именно так, то фарш у вас будет нежнейший. Он будет просто таять. Сначала добавляете не рис, а именно рисовый, рис, который измельчен в кофемолке. А потом отбиваете его. Рита уехала навсегда, да. Лук мы добавим сейчас в кастрюлю, перед тем, как выкладывать перцы. Поэтому с луком будет все хорошо. Насчет вкуснее, знаете, я так скажу. Вкуснее, невозможно сказать. На вкус и цвет товарищей нет. Миллион рецептов, миллион хитростей у каждой хозяйки. И здесь, на данном прямом эфире, я делюсь своими хитростями, своими какими-то мыслями и своими рецептами. Поэтому говорить, что у вас будет вкуснее или там у кого-то, это просто некорректно и нетактично по отношению к хозяйке. Это неуважение. Вот. Воздержитесь, пожалуйста, от этого. Опять готовите? Готовлю, конечно. Кто пропустил, пересмотрите потом эфир. Я эфир обязательно сохраню. Куриный фарш там. Мы вас очень любим. Спасибо большое, я вас тоже очень люблю. Вот так приятно. Как вам Кузин о свадьбе в Черкасово? Слышали, что он кричал? Я просто сама не слышала, что он кричал. Я просто отклик уже вижу в интернете. Второй день это обсуждают. Ну, ничего не меняется, так скажем. Все как было, так и осталось. Так что. Их же устраивает, Черкасово же это устраивает, значит, он это принимает. Женя такой всегда был и есть. Саша это устраивает, поэтому вот его надо воспринимать таким. Вот он такой. Так, девочки, вот как будто я специально прям подбирала перцы, чтобы вот хватило четко фарш. Представляете, это такая редкость. То перцы останутся, то фарш останется. Сегодня просто все звезды сошлись. Один перчик остался, который я забыла почистить. Но мы его уберем в холодильник и завтра приготовим щи или борщ. Тоже пригодится. Так. С этим мы разобрались. Теперь займемся зажаркой. Так, мне нужно досточка. Берем лук. Здравствуйте, здравствуйте. Лысое говно, он сказал, да? Ну вот, у него такое общение. Так, лук я сделаю перышками. Потому что он у нас, если его сейчас сделать очень мелко, то он просто растворится и все. А так он отдаст как можно дольше, будет отдавать все, что у него есть, в нем полезного и вкусного. Поэтому нарезаем перышками. Включаю газ. Нагреваем кастрюлю. Помните, да, что когда я готовлю мясо или овощи на второе, я всегда стараюсь морковь резать именно вот так. Для того, чтобы в ней остались питательные вещества. Для того, чтобы она у нас не превратилась в кашу, я делаю ее именно так, брусочками. Лично мне очень нравится, что такую морковь есть. Стрижка в каскад. Господи, как я напугалась. У нас тут камеры, и на камере муха села. Она такая страшная и огромная кажется. Я просто сейчас напугалась просто, когда увидела. Ирина, мужу понравился цвет волос. Он мне сказал, что он не заметил. Я ему говорю, ну Юра, ну как же так ты не заметил? Ну почему? Ну ты что? Я провела в салоне столько часов. Посмотри, это же другой цвет. А он мне говорит, ты понимаешь, это пресных мастерства, когда твою красоту не испортили. Вот мой муж умудрился даже здесь мне комплимент сделать. Представляете, как приятно? Просто. Так, оливковое масло. Отправляем лук. Я постараюсь кастрюлю вам показывать. Так, у меня уже там собаки мои просятся с улицы. Сейчас я их запущу. Маленькие мои. Кто там у меня придет? Кто там придет? Можешь ли мне? Карандаши. Так, извините. Продолжаем лук нарезать. Привет, привет, привет всем. Привет, но вновь прибывшим. Мы продолжаем готовить фаршированный перец. Я знаю, что вы все все умеете. Но, поскольку вы меня просите о прямых эфирах изготовки, я выполняю ваши просьбы. На данный момент у нас уже перец нафарширован. Нам осталось только приготовить зажарку и закинуть сюда все. Одно наслаждение на вас, смотри. Да вы же мои хорошие, спасибо вам большое. Нож сто лет не наточен. Да нет, но я же морковку режу. Наточен. Нормально, кстати. Вот этот нож самый острый, остальные хуже. Привет, привет, привет. Она готовит для себя. Да, я готовлю для себя и мужа. Когда будем готовить солянку? Ох, может быть завтра приготовить солянку? Почему бы и нет? Давайте приготовим. Завтра какой день, неделя, среда? Нет, надо приготовить ее в пятницу, потому что Оля приедет. Так, отправляем морковь. Вот так получается. Видно? Так, после этого отправляем. Ну, это вот я люблю так, а вы можете это не делать. Молодую кукурузу. Это кабачок. Это тоже мое изобретение. Это я так люблю. Вы можете не делать. Нарезаю вот такими кусочками. Так. 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 так теперь сельдерей сельдерей поменьше потому что мне нужно чтобы сельдерей выделил сок и не чувствовался на зубах поэтому мы делаем его тонко-тонко нарезаем это будет заправка супа я уже так готовила получается так вкусно что помимо перца ты берешь просто ложку и ешь заправку это очень вкусно а а а так вот теперь вот именно в этот момент я выкладываю перцы ах ты боже мой один перец у меня упал так ничего страшного сейчас поднимем помоем и в кастрюлю и 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 помидор переспевший желтый и чтобы не было шкурки я его надрезала и выжимаю просто для вкуса сверху сейчас еще покажу вам поближе 2 точно так же теперь помидоры в собственном соку прям достаем шкурка нам не нужна поэтому шкурку мы оставляем все получается у нас три помидорчика но они такие достаточно крупные теперь нам нужен лавровый листик и чеснок в конце лавровый листик много не люблю но вот парочку можно положить теперь посолить и только после того как посолили после этого можно заливать водой так сейчас покажу что получается получается вот так воды здесь меньше они не закрывает перец он должен готовиться вот на этой подушке из овощей получается паровая подушка сейчас мы это накрываем крышкой все накрыли крышкой ждем когда закипит и после этого делаем на медленный огонь быстро моментально и ничего там страшного в принципе и нет сейчас я тут приберусь мы с вами немножко можем поболтать пока у меня закипит все так ну что можете задавать вопросы я могу уже ответить на них здравствуйте здравствуйте перчатки можно уже снять один был лишний да я тушу в томатном соке тоже вкусно конечно почему рис был в пакетиках нет это не те пакетики про которые вы думаете это не те пакетики которые продают в магазине это маленькие пакетики когда привозят знаете из магазина еды конструктор вот там такие пакетики остаются можно без сельдерей конечно ну конечно это на ваш вкус брест привет сметана будет в тарелку по вкусу тут кто хочет вы похожи на татьяну новка серьезно такого еще мне не говорили рита уехала из-за жени что это за бред вообще они просто с мужем очень любят кипр поэтому туда уехали удалите все из люк сейчас удалю конечно мы готовим сегодня фаршированный перец вы когда-нибудь работали поваром нет только для своей семьи видел фото с астрологом данной это правда да мы дружим очень дружим она читает только что то что нравится она это кто это я дом продаю да нет не продала еще любим вас спасибо возьмите кирюшу да я бы с удовольствием Оля сказала что не хочет она сказала что она не выдержит без него даже недели красный идет спасибо Барнаул привет люблю вас спасибо большое фирма духовки Кёртинг немецкая фирма тортик в процессе приготовления ну можно сделать и тортик но кто его есть будет сметана с чесноком да кстати честно сметана чеснок и зелень тоже тоже круто вы заказывали у нее натальную карту заказывала любим обожаем спасибо Томск привет спасибо вы самая красивая спасибо большое мне понравилось как вы приготовили жареную картошку я могу еще раз приготовить без проблем вам нравится жить в России да почему нет очень красивая очень красивая и милая спасибо если собираетесь продавать дом зачем так сильно облагораживать в саду все но это характер я не могу просто так может продаваться еще год и два а у меня что должен быть бардак нет я так не могу мне должен быть так как будто я все делаю для себя у меня у меня вся техника одной да я засыпаю под башком да да приготовьте еще раз картошку только без проблем вы замечательная хозяйка спасибо кастрюля я уже точно не помню это было три года назад поэтому по-моему то ли три с чем-то то ли две с чем-то что-то такое вы супер мама супер бабушка спасибо почему не отвечаете на вопрос я только этим и занимаюсь ай умничка хозяюшка спасибо или на я вашего возраста умница спасибо большое где муж где муж он скоро позвонит уже надо будет его ехать встречать он буквально вот минут десять и позвонит у меня да новый костюмчик это из америки мне прислали сейчас покажу а он у меня в сторис есть можете посмотреть такой костюмчик здесь вот интересно вот так видите сделано так это Томми Хилфигер привет породы собачки я точно не помню я просто эту породу не знаю но собака просто чудо прелесть умная такая вообще рада вас видеть спасибо умейте злиться всегда такая нежная ну я злюсь но у меня очень быстро проходит я начинаю улыбаться и думать о том что чего я трачу свою жизнь на злость если можно потратить ее на хорошее так похудели сильно вам идет спасибо смотрите сериалы я вообще люблю сериалы если они интересны конечно я спрашивала вас про фитолампы и вы так быстро ответили и подробно спасибо вам да я вообще стараюсь всем отвечать сколько будете на Кипре пару недель перец без гарнира идет на ура со сметаной где жить будете когда продадите дом еще купим дом но поменьше маленький приготовьте окрошку а я уже готовила у меня даже рецепт есть видеорецепт в ленте посмотрите там прям окрошка вкусная получилась покажите свою собачку ну я же на столом ее не буду я ее часто показываю привет из Киева привет я была кстати в Киеве в санатории военным с мужем и с Олей когда Оле было пять лет сегодня готовили перец фаршированный здравствуйте я по гороскопу скорпион а родилась в год дракона о точно давайте окрошку где работают Рита и ее муж ну это мне кажется вопрос критик ее мужу и я думаю что эти вопросы такие они очень корректные солянку солянку в пятницу потому что есть некому в пятницу приготовлю потому что приезжает Оля с семьей а вот муж будет дома в выходные потом приготовлю уберу 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 вот эту с кошки на аватарке обязательно уберу я пересмотрю этот эфир заблокирую эту дрянь обещаю вам очень интересно смотреть на ваш сад хорошо цвет волос бомба спасибо рыженький я с природы рыженькая Караганда привет Омск привет все мои рядом с родиной моей все города ваши эфиры хоть сто раз смотри не надоедают спасибо похорошели невероятно спасибо большое молодую картошечку в соусе да это рецепт бомба тот кто не готовил обязательно найдите у меня под хэштегом рецепт от Агибаловой и посмотрите это очень вкусно вы сто процентов запишите его в один из самых любимых рецептов на Кипр я не могу с мужем поехать потому что у него отпуск в августе я сегодня приготовила только что вот готовится у нас сейчас там такая картинка мммм ммм ммм Кемерово привет как вы там какой у вас ухоженный сад конечно я просто не могу иначе Красноярск привет из Барнаула теплый привет только от вас прилетела вы замечательная Лилия Александровна уходите почаще к нам в эфир я обещаю что я очень постараюсь вам очень красиво с этим цветом волос вы приятные очень спасибо уважаю таких женщин харизма спасибо в отпуск с мужем в сентябре или в октябре где-то так если его отпустят пандажирование не советую не делайте не надо я скорпион и дракон но вы добре да я просто не знаю почему у меня муж тоже скорпион знаете какой он добрый очень-очень добрый но он правда в год кабана родился говорят свинюшка она добрая Ангарск привет Новокузнецк тоже привет всем сладкая нет я сладкая не очень люблю но вот из конфет люблю леденцы особенно вот эти барбарийские мятные мне очень нравится я не худела в клинике и не худела сама у меня была операция и после этого у меня была очень жесткая диета привет пошла покупать покупать перцы да обязательно купите попробуйте такой рецепт как я показала это очень вкусно правда представляете перец напитывается не только своим да соком и ароматом но еще и кабачки и помидоры и томаты в собственном соку и кукурузка там просто бомба взрыв вкуса просто привет я кстати заметила что очень много скорпионов на меня подписано видимо чувствуют энергетику операция по удалению бандажа была нет нет не резекция спасибо муж скорпион год обезьяны тоже думаю лазанью я лазанью один раз только готовила и то мне прислали рецепт и продукты готовые я не готовила лазанью сама это честно лондон привет как у вас погода ленка с кошкой на аватарке полетит скоро в блок это ее последние вздохи архи ну если вы настаиваете давайте я ее поищу и сейчас прям лишу ее счастья видеть меня так лена да сейчас поищу что-то я ее не вижу сейчас найду а бандажирование не советую потому что от него очень много побочек неприятных редко попадая к вам в прямой эфир а вы не отвечаете на вопросы мои вы чудо спасибо а вот она эта лена придурочная так скрывать эфиры пока все нет больше этой ненормальной завистливая жаба по-другому назвать не могу потому что ну от чего бы она вот так вот полоскала человека которого она знать не знает ну от чего потому что завида и все другого объяснения нет и не может быть так же правильно заклипаем вот закипела делаем потише ой какой запах какой аромат девочки вот смотрите то о чем я вам говорила посмотрите на это посмотрите на это посмотрите там просто взрыв ароматов все это готовится на пару так так ура убрала из чего сделан ваш кухонный фартук а это вот из чего кухню делали столешницу из этого же и сделали по сути все то же самое я не знаю слышу аромат щи зеленые я готовила в прямом эфире щи зеленые мороженое очень люблю и люблю знаете какое замороженный лед твистер знаете есть такой твистер зеленый синий фиолетовый очень нравится красивый вид в кастрюльке да да я похудела на бандажирование но после этого заработала кучу проблем поэтому пришлось перенести еще операцию и убирать бандаж не дай бог больше никогда обязательно так приготовлю попробуйте это правда вкусно не делайте то что делается вот всегда надо что-то всегда добавлять творчески подходить к процессу приготовления еды я потеряла около 30 килограмм костюмчик этот недорогой он что-то трещенты стоит по моему что в кастрюле я уже показала пойдемте на участок лук смотреть мне сейчас уже за мужем ехать такую подругу какую иметь счастье спасибо я болею кушать хочется выздоравливайте на гарнир ничего не будет у меня там овощи внутри знаете как будет вкусно у вас милый голос успокаивает спасибо на ольховке доделали завтра кстати еду к ним на осмотр Ирочка вот такая женственная голос особенно спасибо большое рыбку маринабала чем вы смываете косметику перед сном у меня специально есть смывки еще есть такое у меня баночка такая и там уже готовые диски пропитанные это корейская косметика мне тоже нравится у вас есть лучшая подруга да это мой муж лучше подруги не бывает не предаст не расскажет не осудит всегда я для него самая лучшая Рапсовск привет муж машину не водит но вообще он умеет у него есть права но он не любит цвет воложи идет спасибо как справиться с переживанием когда ребенок болеет температурой высокой вы просто обязаны взять себя в руки и сохранять спокойствие просто обязаны потому что ваша паника передается ребенку ему будет просто хуже когда он видит спокойную маму рядом он знает что все будет хорошо и это помогает в выздоровлении поверьте мне говорят силиконовые патчи вообще патчи портят кожу ну не знаю я просто патчами пользуюсь редко достаточно поэтому я больше люблю крем и массаж вот мой муж звонит сейчас я ему перезвоню так ребят я сейчас с вами прощаюсь встречу мужа приеду пока он переодевается принимает душ мы с вами сходим на участок и нарвем лук и чеснок хорошо всего пока